путем неприкрытого обмана, нарисовав себе победные цифры. Согласно исследованиям ГЭЛОП, только 12% украинцев считают, что выборы будут свободными и честными. А руководству страны доверяет только 9% населения. Это самый низкий показатель в мире. Поэтому, когда мы видим социологические исследования о рейтингах кандидатов, есть большие сомнения в их подлинности. Так, по последнему опросу центра СОЛСИС у Зеленского сейчас почти 21%, и это можно еще объяснить протестным голосованием. Но откуда у Порошенко 13% поддержки? И даже при выходе во второй тур Зеленский бьет любого соперника, в том числе и Юлию Тимошенко, у которой 11%. Но это если в честную, а честной игры не ожидается. Порошенко может с легкостью нарисовать себе от 8 до 10% сверху за счет поддержки украинцев за границей, потому что голосование будет проходить в консульствах, а там сидят люди его министра иностранных дел Климкина, который с потрохами зависит от Порошенко. И еще один резерв, армия, там хоть и недовольны недавним скандалом с воровством Министерства обороны, но понимают, Порошенко это гарантия от расследования того, что армия творит на Донбассе. А вот кто может сорвать планы Порошенко? Это националисты, та самая сила, на которую Порошенко все это время опирался. Но в последнее время националисты разозленные. Вот этой истории с Минобороны отвернулись от Порошенко, а без их поддержки он может не только проиграть, но даже в случае выигрыша получить новый госпереворот. Зеленский тем временем пошел в Абанк, переманивая голоса Юго-Востока Украины. Он заявил о том, что не поддерживает Порошенковский закон о фактическом запрете русского языка, а также предложил не просто тупо идти в НАТО и ЕС, а сначала все-таки провести референдум. Если бы не статус кандидата в президенты, Зеленский уже сейчас сидел бы на допросах в СБУ как предатель Родины. Там с этим строго украинская демократия не терпит отклонения от единой политической линии. Вот стоило только украинскому политику Виктору Медведчуку вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко приехать на этой неделе в Москву и встретиться с главой Газпрома Миллером по вопросу прямых поставок газа, контракт на который заканчивается в этом году, как СБУ тут же заявили, дадим правовую оценку. Чему? Бойко и Медведчук говорят, контракт закончится. Украине придется покупать российский газ через Европу, что на 100 долларов за 1000 кубометров дороже. То есть снова полезут вверх тарифы. Нужно восстановить торгово-экономические отношения Украины и России. Конечно, для Киева это повод обвинить и Медведчука, и Бойко в госизмене. Потому что когда людей обкрадывают, это не госизмена. Когда им хотят хоть немного облегчить жизнь, это, конечно, предательство. Что лично меня больше всего поражает – молчание Запада. Ни слова в поддержку кандидата Порошенко. Понятно, почему молчит Трамп. Помнит, как украинские власти в 2016-м продали душу хищу. А меня вот что поражает, что на Украине действительно демократия. Почему? Потому что сразу три кандидата всерьез борются за власть. И сегодня в Украине действительно исторический день, потому что решается ее судьба. Вы, дорогие украинцы, решаете свою судьбу. У вас есть три пути развития. Первый всем известный – путь пороха, войны и агрессии Московии. Второй путь – женский путь. Путь Юлии Владимировны. Путь косы, который, возможно, скосит всех врагов Украины. И третий – самый такой неожиданный путь. Путь Юлии – примириться с Россией, но быть, так сказать, независимым, действительно, а не на словах, государством. В России такого выбора, поверьте мне, нет. Ибо в России можно выбирать только между Путиным и Путиным, а иногда между Путином и Медведевым. Но это все одна преступная шайка, лейка. И поэтому я влез в программу «Добров в эфире», чтобы найти вместе с вами это самое «Добро», как в России, так в Украине. А может быть и в целом мире. Эту программу следовало бы назвать не «Добров» или «Добро в эфире», а «Добро в эфире», так как я уже заварил себе эфир. Сейчас глотну, и мы начнем. Так, начнем, начнем. Сегодня в программе сфотографировали и отогнали. Американский Б-52, уганец Российской Федерации, имитировал ядерный удар по моей стране. Расскажу все детали этого. Кремль предупреждал раскрытые детали отказа Грудинину в депутатском мандате. Вот, пожалуйста, казалось бы, Грудинин, человек, который занял второе место на президентских выборах в России в 2018 году, с 8, ну ладно, 9, хорошо, 10 процентами, он, но тем не менее, никакого электорального угроза Путину он не представлял. И все равно, сразу три, одно административное и два уголовных дела заводятся против него. А? Отец Началовый назвал ее виненницей собственной смерти. Это не совсем так. Я расскажу, почему отец Началовый врет. По моему собственному убеждению, хочу это почерпнуть, дабы он на меня в суд не подал. Так, спецпрокурор Миллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой. 17 мгновений Дональда Трампа. И гуянский щит. Россия создает военную базу в Венесуэле. Ну что ж, я вас, россияне, поздравляю. Мало вы свою кровушку полили в Сирию, в Сирии так еще будете свою кровушку поливать и в Венесуэле. Причем обильной рекой. Так, сейчас у меня все. Ага, ага, вижу. Так. Россия сфотографировали и отогнали. Так. Американский Б-52 у границы Российской Федерации. Вот вы видите этот самолет на своих экранах. Значит. И еще раз. Так. Сфотографировали и отогнали. Американский бомбардировщик Б-52, который имитировал бомбардировку Балтийского флота и нанесение ядерным ударом крылатой ракетой по Санкт-Петербургу. Родному городу президента Российской Федерации отогнали наши Су-27. Думаю, неспроста американцы выбрали этот город для учебной атаки по нему. Самолет США пролетел всего в каких-то 150 километров от границы России. В этой связи два российских истребителя были подняты по тревоге в небо, чтобы сопроводить, а в случае крайности, и уничтожить американский стратегический бомбардировщик. И вроде бы самолеты Российской Федерации молодцы. Отогнали супостатно от границы Российской Федерации. И границы на замке. И показались штатам, где Кузькина мать. Но если бы не одно но. ВВС США заявили, что в воздухе около границы Российской Федерации был не один бомбардировщик Б-52, который вы видите на своих экранах, а сразу четыре. То есть три бомбардировщика США, российские комплексы ПВО и ПРО проморгали. А в случае войны наши ВКС смогли бы уничтожить чисто и этически только один бомбардировщик США из четырех. А три другие спокойно бы отбомбились по целям в Российской Федерации ядреным оружием, как я его называю. Вот так-то. Вот он. Триединный удар по России украинско-западной коалиции, на который намекал на прошлой неделе Пурушенко. Вот что заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Что в последнее время слишком часто НАТО проводит разведеятельность у границ Российской Федерации. Что не может не вызывать беспокойство. Это, конечно, так. Но у меня возникает беспокойство другое. Вот в связи с этим в моей родной Самаре были проведены учения гражданской обороны. То есть рано утром включили в городе сирены воздушной тревоги. Казалось бы, так и надо действовать в условиях, когда американцы отрабатывают ядерный удар по России. То есть проводить учения гражданской обороны, которые направлены на то, чтобы граждане в случае возникновения ядерного гриба над Москвой и Санкт-Петербургой знали, что им делать. Но включили сирену-то на бумажке, то есть заявили об этом. А де-факто ее не включили. Либо включили, но не на полную громкость, либо включили, но совсем в центре города, совсем прямо около здания правительства Самарской области. А в остальной Самаре нет. Понимаете, я такой открываю ленту новостей, смотрю там учения гражданской обороны, потом открываю издание газета РУС, смотрю, бомбардировщик американский прилетел около нашей границы и имитировал ядерный удар. И понятно, почему были учения стороны МЧС гражданской обороны. Но эту сирену я не услышал, сирену о воздушном нападении. Я тупо проспал. А вот представляете, если бы был нанесен реальный ядерный удар, от меня бы остался только пепел. А вот МЧС, вы врубайте сирену такую, чтобы всем было слышно, чтобы прям уши закладывало. То есть, включили они сирену около... в центре города, и то не во всех местах. И все, и отчитались, и все отчитались перед высшестоящим начальством. А как же остальные жители? Их что, не жалко в радиоактивный пепел, что ли? Их что, не жалко, что ли? Они в радиоактивный пепел должны обратиться. Вот так вот, да. Так, удар США по Российской Федерации был бы, если был бы не учебный, то российское правительство не смогло бы защитить от вспышки бомбы мирное население. Я уже сказал, почему. Поверьте, ни я один не услышал учебную тревогу. А в МЧС заявляют, что она была. Это означает, что остался бы сейчас в Самаре уголек. Пепел от многих жителей города. И это на примере одного города. В других городах, я думаю, ситуация такая же. И заметьте, я еще не говорил, что Министерство обороны Российской Федерации. Про Фукуло 3 из 4 бомбардировщиков, хотя я так говорил. Так что, готовьтесь, россияне, к тому, что вы превратитесь в пепел. Развязка ваших судеб близка. И все из одного человека в Кремле. Подчиненные которого очень плохо чисто географически рисуют удар по Флориде. Подопечные которого делают новую ракету противовоздушной обороны, но забывают про новые средства доставки ее. Это я сейчас про С-400. Да, там действительно, сама ракета в С-400, она новая. Да, но вот средства доставки, непосредственно сам комплекс, это старый С-300. Об этом рассказала латынина в коде доступа на радиостанции Эхо Москвы. А подчиненные президента Путина потопили условно новые С-400 в Желтом море, когда их купил Китай. И российские военные не смогли их туда, в Китай, транспортировать на сухогрузе. Вот она правда, россияне, вот она, а наших комплексов С-300 и С-400, которые призваны защитить нас от этих вот бомбардировщиков. Они нас не защитят, они защитят, скорее всего, правительство, но не вас. Ну, это и понятно. Никто, россияне, вас не защитит от ядерного удара стран с запада по вашей территории, вопреки заявлениям пропагандистского полковника Коротченкова. Российские военные, в общем, как и менты, заточены на то, чтобы охранять только высшую власть. Их буйкира в Москве и на тайной базе Путина под горой Ямантал. Ограженным России стоит довольствоваться лишь своим пеплом, оставленным в ходе нового противостояния США, которое они оставят. Обратите внимание, что логичный шаг российских властей был приказ о направлении к Пенсильвании, российского стратегического бомбардировщика ТУ-160. Но нет, этого нет и этого не будет, потому что тупо на это нет денег и на это нет технических возможностей. Караву мы уязвимы для ракет Запада, увы. Как тут не вспомнить малой кровью, 40 миллионов людей, да на чужой территории, под Москвой, Вязьмы, Сталинградом и т.д. Но если раньше враг был под Москвой, теперь будет ядерный грипп под Москвой и под Питером. Ведь американцы уже дошли, либо скоро найдут слабое место в обороне России. И способы протукнуть эту оборону своими томогавками и пролет четырех бомбардировщиков Б-52 около российских границ. Эти слова мои подтверждают. От россиян останется только пепел. Я знаю, уже не надоел то, что от россиян останется пепел, но сами посудите. Вот когда вот так вот отрабатываются удары по Петербургу, ну, а учебную тревогу слушают, слышат, слышат, мягко говоря, не все россияне, то делайте выводы, да. С такой политикой Кребля вас никто не защитит. Как говорится, дело рук спасения утопающего, дело рук самого утопающего. Американцы молодцы, отбомбились, твою мать, по России. И я здесь не за американцев. Кремль предупреждал, что не надо быть против ловки даже с рейтингом 9% против 60 кандидатов в президенты страны 2018 года. Павлу Грудинину отказали в депутатском бандате от КПРФ в Государственную Думу, который стал свободен сразу после смерти Жора Салферова. Основанием для отказа в регистрации Грудинина, как депутата Государственной Думы, стали его счета в западных банках. Кстати, он держит свои деньги именно в швейцарских банках, как в свое время и основатель партии Владимир Ильич Ульянов Ленин. Если мне память не изменяет, могу ошибаться, он даже был управляющим швейцарского банка или работником. Так что в этом идеологического противоречия, то, что Грудинин хранит свои счета в швейцарских банках, и с коммунистической, с марксистско-лининской идеологией, тут идеологического противоречия нет. Да. Павел Грудинин, как про деньги я уже сказал. Понятно, что это шикарный повод для избавления от неугодного Кремлю кандидата. Пусть в отличие от Навального и не самого опасного для Путина кандидата. Напомню, что Павла Грудинина также незадолго до тиранического заседания Центральной избирательной комиссии лишили статуса депутата Московской областной думы из всех тех же обшоров за рубежом. И Павел Грудинин фактически остался без законотворческой деятельности. И как старший товарищ, и как друг, лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов подставил свое братское плечо Павлу Грудинину и сразу после трагической смерти Журе Сауфюрова Геннадий Андреевич хотел вручить Павлу Грудинину статус депутата Федеральной думы. Но не тут-то было. Коварный Кремль не дремлет и через свою сучку для случки Элу Панфилову, которой хватило наглости не появляться на заседании в ЦИКе. ЦИК зарубил на корню статус Грудинина как федерального депутата от КПРФ. А тут еще у Павла Грудинина требуют многомиллионные компенсации за развод, которые, впрочем, тоже арестованы по делу аж 1995 года, которое всплыло сразу после президентских выборов 2018 года об обманутых пайщиков, которые через 25 лет после президентских выборов, обратите внимание, вспомнили, что они обманутые пайщики. А до этого они что, были не обманутые? Ясное дело, им позвонили из администрации президента и сказали, вы теперь обманутые пайщики, вы должны требовать компенсацию с Павла Грудинина, а то, что 25 лет вы не требовали, ну так на это насрать. И пайщики подали на Грудинина и на его совхоз в суд. Это тройной, фактически тройной бюрократический наезд на Павла Грудинина. За то, что осмелился бросить вызов самому Путину, за то, что выступал за ограничение сроков пребывания одного и того же человека, понятно, какого человека, на высшем должностном посту в российском государстве. Вот то, что отличает Россию от нормального государства, а Путина от нормального лидера нормальной страны. В нормальном государстве не стали бы мстить человеку, который победил остальных неглавных кандидатов, ну то есть занял второе место на выборах. А в России жестко расправляются со своими оппонентами, даже если они получают на выборах смехотворную поддержку населения в 9% голосов. Так что вывод один. Путин тиран. И эта тирания вновь доказана фактами. На то, что сразу три дела на Павла Грудинина. Значит, дело по поводу непосредственно совхоза имени Ленина. Его жена, бывшая его подала в суд. Ну и третье дело, правда они пока еще не уголовлены, но тем не менее все близко к этому. Это как раз то, что он скрыл свои обшоры в западных банках. Интересно, мы тут за две недели до этого раскрывали схему Варданяна, где были 25 миллионов долларов вывезены за рубеж через Литовский банк. А у Грудинина всего лишь навсего просто счета в западных банках. И вот против него заводятся дела. Отстраняют его со всех постов. Ну это разве справедливо? Нет. Так что боюсь, теперь вместо клубники у него будет... Сами понимаете, какая субстанция. Коровья лепешка, так ее в деревне называют. Да. Наверное, Павел Грудинин был бы хорошим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Но ЦИК выполняет строгий приказ Кремля, который гласит о том, что они нечего было вятать про ограничение сроков нашему любимому диктатору Владимиру Владимировичу Путину на своем посту. Вот и получает три дела. Главной целью путинского режима является обогащение выховцев из бывшего КГБ СССР, а соответственно все те, кто за распределение доходов в пользу остальных граждан, как в КПРФ, и за достойную зарплату, те враги режима. Враг режима и по этой формуле Павел Грудинин. И поэтому с ним расправляются. Очевидно, что Путин хочет, ну что значит хочет? Делает разорение красного директора, разоряет его Грудинина. И Путин, точнее его дружки, хотят и могут взять под контроль его сверхдоходное предприятие, совкос имени Ленина. Кремлю захотелось грудинки на обед в прямом и переносном смысле. Вот казалось бы, Павел Грудинин даже электорально не представлял угрозу для Путина, не говоря уж о физической угрозе. Но как же жестко с ним решили расправиться, даже на Личном фронте! Но коммунисты в беде своего товарища не оставят. И они уже подали в Конституционный суд на действия Эллы Панфиловой и ее шайки-лейки в ЦИКе. А Грудинин, да, был бы хорошим депутатом, но не судьба. На него наезд. Наезд Кремля. Так, 26 у нас минут. Вы знаете, у меня в первую очередь политическая программа. И в дела шоу-бизнеса я стараюсь не лезть. Но данный случай уж слишком резонансный в российском обществе. И поэтому, думаю, настала пора высказать свое мнение и дать оценку смерти Юлии Началовой. А также понять, как так вышло, что 38-летняя женщина, артистка с большой буквы А, умерла. И почему ее не спасли врачи России? Тем более, что всю неделю меня донимали просьбами рассказать, а что с Юлией Началовой случилось. Я долго отнекивался, но пришло время. Для начала зайду с другого края. Отвечу поклонникам Юлии Началовой, которые возмутились, что ее концерты ее саму начали показывать на федеральных каналах. Только после ее смерти. Ну, ребят, что тут скажешь? Сейчас и Первый канал, и Россия 1, и НТВ. У них главная задача сейчас стоит не показывать талантов и самородков, каким была Юля. А показывать лютую пропаганду и ненависть к Украине, к Польше, к Соединенным Штатам Америки и далее под списку. Также у них есть задача показывать, что жить в США, в Европе, хуже, чем в России. И это их главная задача сейчас. Ибо в остальных странах нет такого лидера, как Путин. То есть, главная задача сейчас федеральных телеканалов, это показывать пропаганду, а не какие-то там концерты, пусть даже и выдающиеся личности. Ну, не о Путине сейчас речь, а о том, что что бы ни случилось, кто бы ни умер. Ну, если это не Путин, конечно, то все равно выйдет в эфир, время покажет, 60 бедут, место встречи НТВ, даже если ДЛД и убьет Путин. А вот разумная добрая вещь, что в эфир федерастов, наверное, так уж если и выйдет, то по остаточному принципу. Так что нечего тут удивляться, что Юлию Началову стали крутить на федеральных каналах только после ее смерти. Ибо у телеканалов России сейчас стоит задача сеять вражду между русскими и другими народами соседних стран для укрепления власти Путина. Это гораздо важнее, чем разбираться в причинах смерти талантливой артистки. И вообще показывать талантливую артистку. Да, фанаты Юлии Началовой возмущены. Но вы сами отчасти и создали такое общество, в котором политолог Якуб Карейба важнее любого талантливого певца или певицы. Ну да, что называется, пропагандистов задница горит. Они понимают, что из-за их действий или из-за их бездействий, из-за их решений уделять эфирное время политике и политологии. Из-за этого самого надо было не очередной программе. И они понимают, что неправильно своих действий, что не надо было уделять время эфирное очередной программе про Украину. А надо было уделять эфирное время Юлии Началовой. К примеру, они понимают это, но человек все равно уже ушел из жизни и сделать уже ничего нельзя. И поэтому эти телебоссы России пытаются компенсировать факты его просчета программами об артистке или артисте после смерти. Ну а теперь к самому фактору гибели артистки. Итак, отец Началовой заявляет, что она сама запустила болезнь. Но на следующий день на сайте ТВЦ отец Юлии Началовой обвинял в смерти ее дочери, мужа артистки первого, мужа артистки Дмитрия Ланского, с которым Юлия когда-то была замужем и успела развестись. Со слов отца Юлии, Дмитрий Ивановской требовал от ее дочери пить таблетки для похудания, так как ему нравились худышки. Это-то изогнуло ее в гроб. Мы не даем здесь никому морально нравственных оценок. Я просто обращаю внимание, что верит отцу дочери, которая умерла на его глазах, и которая еще владеет продюсерской фирмой, и ее продюсировал, и который к тому же еще скрывал от поклонников факт болезни своей дочери, отец, который сначала никого не обвинял в смерти, а потом накинулся на первого мужа певицы. Такому отцу верить категорически нельзя. Это не означает, что Дмитрий Ивановской, ее первый муж, белый и пушистый. Это означает, что отец Юлии Началовой наглый и циничный врун. И ни единому слову ему верить нельзя. А особенно, когда он говорит, что врачи сделали все, что могли. И вновь это не означает, что врачи, которые должны были спасти Юлию, ничего не смогли сделать. Стояли в коридоре больницы и курили бамбук. Вовсе нет. Просто отец либо не знает, либо не договаривает всей правды. Итак, главной причиной смерти Началовой явилась сердечная недостаточность. За три дня до смерти певицы я стоял на остановке и слушал по радио эфир, естественно, эхо Москвы, посвященный, внимание, запрету трех жизненно важных лекарств в России из Японии. В их числе и препарат от сердца Амиадрон. Амиадрон, да? Этот препарат называли лекарством от внезапной смерти сердечников, от внезапной остановки смерти. А тут внезапно умирает Юлия после того, как японская компания объявила о приостановлении выпуска трех жизненно важных препаратов в Российской Федерации. Совпадение? Не думаю. У этого препарата есть российские аналоги. Но их также перестали производить. Почему? А потому что наши фан-компании боятся силовиков, которые приедут и скажут, а что это вы производите запрещенные лекарства? Ведь химическая формула, по сути, одна и та, что у японской препаратов, что и у нашего. В итоге из-за запретов страдают и убирают люди, такие светлые и добрые, как Юлия. Причем это же надо было додуматься запретить жизненно важные лекарства в Российской Федерации, не обеспечивая производственных и юридических мощностей для производства их в России, чтобы люди просто умирали табуном, как Юлия. Отец Юлия Началова боится сказать, что врачи не смогли ее обеспечить нужным лекарством из-за тупого запрета силовиков. В целом, власти России, которая боится наркоманов больше, чем массовых смертей своих граждан от внимания недостатка нужных лекарств. И про это молчит Скворцова, не узнав, что Россия не может пока производить сразу три жизненно важных лекарства. А я не фанат Сталина, но после того, как Сталин бы узнал, что в Российской Федерации не производят три жизненно важных для населения лекарства, он бы Скворцова пустил бы на Скворечник и правильно бы сделал. Мне кажется, что отец Юлия Началовой прекрасно все понимает, кто на самом деле убил, а по-другому не скажешь, ее дочь. Ее убил Росздравнадзор, запретив вот эти три жизненно важных японских препарата у себя на родине, то есть в России. И вместо того, чтобы обеспечить достойное импортозамещение нашими лекарствами, наши фармкомпании тоже приостановили производство этих лекарств. Потому что в любой момент могут наглянуть с носоводой фабрики силовики и всех арестовать. Потому что они производят запрещенный препарат, который запретил Росздравнадзор. И в результате действия Росздравнадзора умерла Юлия Началова. То есть фактически ее убило государство. И вот о чем молчит отец Юлия. Потому что он, естественно, если он это скажет, он потеряет свою продюсерскую компанию, естественно. И понятно, почему он обвиняет первого мужа Юлия. Потому что обвинять кого-то всегда проще, чем обвинять целое государство, которые не способны справиться с болезнью, из-за тупости которого умирают люди. Ну хорошо, допустим, в этих самых трех жизненно важных лекарствах нашли что-то запрещенное. И они там влияют на не так, как надо, на сердечно-сосудочные заболевания. Ну так вы, блин, вы поинтересуетесь, а почему наши фармкомпании-то перестали производить? Нет, Росздравнадзор это не интересует. Им бы лишь бы запретить, лишь бы оставить россиян без нужных лекарств. Вообще ебал там совсем, а! Точно Скворцову, которому подчиняется Росздравнадзору, ну и Скворечник пустить. Спецпрокурор Роберт Мюллер. Какая говорящая фамилия. Так вот, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой. Ну еще бы, с такой фамилией никому еще не удавалось переиграть русских разведчиков. Как в кино, так и в реальном мире. Спецпрокурор Мюллер, а когда говоришь эту фразу о Мюллер, ты также представляешь Дональда Трампа в кабинете у известного советского киноактера Леонида Броневого. Ну вы понимаете, о чем я. Так вот, Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. А дальше я буду говорить, как на суде присяжных телекомпаний НТВ. А что, шоу популярное? Сам смотрел несколько выпусков. Почему бы нет? Итак, доказан ли факт сговора Трампа с российскими спецслужбами, а также шпионаж Трампа в пользу России? Нет, не доказан. Доказан ли факт вмешательства российских спецслужб в выборы президента США 2016 года? Да, доказан. Что это означает? Элементарно, Латсон. Дональд Трамп без его ведома, да, именно так, сделали президентом США российские спецслужбы. Дело в том, что Трамп шел на президентские выборы только для того, чтобы продвигать интересы своих строительных компаний, как внутри США, так и за рубежом. Особенно за рубежом и особенно в России. Поэтому он так хорошо высказывался о России в 2016 году. Да и не забудем, что кандидату в президенты, неважно от какой партии, предоставляется бесплатное эфирное время на ТВ. Ну чем не халявная реклама своего бизнеса? Которая так важна для этого самого бизнеса. И выступление Трампа по американскому ТВ увидел, кто бы мог подумать, Владимир Владимирович. И у него в башке сомкнуло. Хм, он за хорошее отношение с нами? А почему бы не вмешаться тогда на его стороне в выборы президента США? И отдал приказ хакерам ГРУ. И еще Владимир Владимирович подумал, что... Ну тут справедливо он подумал, что Дональд Трамп всяко лучше будет, чем эта озлобленная стерва Хиллари Клинтон. А Дональд просто хотел иметь хороший бизнес в России через халявную рекламу, которая предоставлялась ему как кандидату в президенты Соединенных Штатах на американском ТВ. Никто реально не верил, что за него проголосует и он станет президентом США. А Путин перед выборами 2016 года подумал, а почему бы и нет? Трамп лучше, чем эта зловредная тетка. Тем более, что эта тетка, я вновь про Клинтон, содействовала в уничтожении диктатора Ливии Каддафи. И опыт удачной борьбы с тиранами и диктаторами уже у нее и есть. Поэтому Клинтон был крайне опасным для Кремля. А на другой чаше был Дональд, который с экрана в CNN кричал «Russia! Russia love! I love Russia!» Ну и замкнуло в голове Владимира Владимировича совокупность этих факторов. И он отдал приказ хакерам военной разведки России о проведении операции «Рыжик» в Белом доме. Но и непопытно другое, что демократы всерьез думают, что это все хитроумный план Трампа, что вот Трамп кадровый офицер русской разведки, он придумал хитроумный план с Путиным, как стать президентом США. Но разведка вещь тонкая, деликатная. И зачастую успех операции зависит не от того, насколько тот или иной агент, кадровый разведчик, хорошо подготовлен, а насколько эффективно он использует других людей, которые обыватели, которые не посвящены, что называется, в большую игру, для достижения своих целей и целей своего государства. И эти люди, которых используют разведчики, вполне могут и не догадываться о том, в какой они игре на самом деле. Их, как Трампа, могут использовать в темную, ну или в полутемную. И это всегда гораздо более эффективнее, использовать лояльных для тебя людей, нанекадровых разведчиков в чужих странах, нежели чем непосредственно агентов своей разведки. Или же кротов, которые могут и перебежать на другую сторону, и стукануть ФБР. А тут нечто другое. Трампа, лояльного к России в тихую, в темную, использовали кровавые гибисты. И вот это демократам не понять. В частности, это не понять Мэнси Пелоси. Агент разведки всегда может предать. А лояльный, любящий другую страну человек нет. И поэтому эффективность его использования в тайных, на то, не тайные, спецоперации, эффективность его гораздо более выше, чем любого агента. Он ничего не знает. Он думает, что, раз уж, я люблю Россию, и говорил об этом, и говорил об этом в 2016 году. Меня поддержали американцы, то все честно, меня любят американцы. Что, какие русские хакеры. А тем самым, на самом деле, раз, 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 там, раз, Зашла какая-нибудь у тебя на чат кафе там, парочку программ, и все, подкрутила цифры, и все, Трамп уже президент. То есть, конечно же, никакого сговора Дональда Трампа с Россией не было и быть не может. Но в то же время его в тихую, в темную использовали русские разведчики, ровно потому, что он любит действительно Россию. А? И вот это демократам не понять. Но, с другой стороны, если бы эта история повторилась бы у нас в России, Трамп бы сел и надолго за любое малейшее подозрение в сговоре США, как сидит бизнесмен Калви сейчас. Чайка, это вам не Роберт Мюллер. Она больно может цапнуть, даже если человек невиновен. А Мюллер все-таки достойный человек своей страды. Честно признался, что доказательств нет, но демократы не сдаются и подают, точнее, хотят подать, иска Верховной суд США. Радует только одно, что Додальдович Трамп едет в Вашингтон. Он едет работать. Но вы понимаете, о чем я? Я прошу очень надолго, Иванка, ты покинь меня. 17 мгновений Дональда Трампа. Так, еще одна тема у нас осталась. Гуянский щит Венесуэла создает российскую военную базу. Тут, конечно, правда, Рушота напутали. Это, конечно же, Россия создает свою базу Венесуэле. Я в шоке. Что тут еще можно сказать? Я предполагал использование российских наемников Венесуэлы для защиты Мадуро. Но я не думал, что Россия будет использовать не наемников из Челка-Вагнер, а регулярные военские силы. А это, согласитесь, не одно и то же. Более того, на российском первом пропагандистском канале в программе «Большая игра» открытым текстом обсуждалась российская военная помощь опальному и крайне непопулярному президенту Венесуэлли Мадуре. Не отрицает этот факт военной помощи Мадуре и Мария Захарова, официальный представитель МИДа РФ, предпочитая замалчивать данную тему. Итак, начало операции «Гуянский щит армии РФ против мятежников Венесуэлы» состоит в том, что два российских самолета военно-транспортной авиации Ил-62М и Ан-124, сотни военнослужащих, предположительно морской пехоты и спецназа, высадились в Каракасе. На борту самолетов также был груз 35 тонн. Ну, понятно, оружие, калаши, мины и т.д. и т.п. Но без легкой и тяжелой бронетехники. О чем это говорит? Эти люди, у них стоит задача не ликвидировать лидера мятежников Хуана Гуайдо или взять под контроль армии Российской Федерации столицу Венесуэлы, Каракас, оборудовать базу для прибытия основных воинских сил армии Российской Федерации. Любопытно, что эти два самолета военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели из Сирии, где семь раз лично соврал Владимир Путин про вывод войск из этой Арабской Республики, про Венесуэлу и присутствие там российского спецназа, который строит базу для прибытия основных ударных сил России, Путин предпочитает отмалчиваться, как это он делал про Сирию, когда по упорной ТСН опубликовал фото российских комплексов Панцер С-1 с российскими военнослужащими в нем в сирийской арабской пустыне. А потом уже Путин подтвердил, что это все так и есть, что армия Российской Федерации вмешивается в сирийский конфликт. Вот так же наверняка будет и здесь, в операции Гуянский щит. Ситуация в чем-то действительно похожа. Только в Венесуэле нет пока террористов. Ну, до прибытия основных сил России. Теперь не понятно, почему абрикосы решили сомитировать ядерный удар по России с цирк-бомбардировщика Б-52. Главная причина это оказывается в том, что Россия начала операцию. И это был то, что бомбардировщик Б-52 подлетел к нашим границам. Это был ответ США на начало операции Министерства обороны Российской Федерации Гуянский щит. Венесуэле, которая, как думают американцы, принадлежит им. И это реально их задворки, их задний двор. Венесуэла это как Украина для российских войск, где они постоянно там находятся. И вот, чтобы такого не было, и чтобы американцы не поставили своего человека в Венесуэле руководить страной, была начана операция Гуянский щит. Напоследствии, как всегда, Кремль не считает. Для него, главное, сиюминутная выгода. А выгода это в том, чтобы сохранить месторождение нефти в Венесуэле под российским контролем. Прибопытно, что вся пропаганда нулевых внешней политики России была заточена на то, чтобы упрекать пиндосов в их знаменитой формуле, если у вас есть нефть, тогда американские войска идут к вам. И Путин в нулевые годы тогда говорил о том, что правильно не вмешиваться в дела других стран. Ну и что? Прошло 15 лет, и Россия действует в Сирии, в Украине, а теперь уже и в Венесуэле так же, как действовало США в нулевые годы на Ближнем Востоке. Так что Путин лютый конъюнктурщик и отборный наглый лжец. Он действует так, как это ему выгодно сейчас, а не с государственные позиции, направленные на развитие и забережение своего народа. И конечно, америкосы от такого охренели и послали стратегический бомбардировщик Б-52 в качестве ответа на развёртывание российских войск в Венесуэле. Вторая холодная война уже не просто идёт, а в ней ведутся уже широкомасштабные действия, как России, так и США. И стоит только пожалеть тех россиян, которые пойдут в армию в этот весенний призыв. Они обязательно подвергнутся физическому и психологическому насилию в армии со стороны офицеров с одной целью, чтобы неокрепшие умы подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации о добровольном их участии, в кавычках добровольном, в горячих точках планеты против пиндосов в Сирии, в Венесуэле. А потом был уже американский дрон, пролетая над российским военнослужащим, который подался искушению не сортиры троить, а действительно воевать. Так вот, американский дрон, который будет пролетать над таким военнослужащим и над военнослужащими, в лучшем случае сделает из такого человека-инвалида, а в худшем случае просто сделает труп. Бедные матеря России. Опять, опять эта формула. Вы еще нарожаете. Жарко и на дипломатическом фронте новой холодной войны. Бразилия уже объявила о поддержке мятежников, мятежника Гуайдо. А Бразилия, напомню, входит в БРИКС. И другие члены БРИКС, Россия и Китай, поддерживают Мадуро. Индия состоит пока в нейтральном статусе. Так что БРИКС трещит по швам. И это все последствия именно кремлевской политики. Так в чем же добро в эфире или в чем же добро в чефире, а в том, что новая холодная война пока не переросла в горячую, а меня лично пока не перебросили в Сирию или в Украину. Так что тут стоит протетировать фразу из художественного фильма Брестская крепость. Все ожидали войну, все представляли войну, но никто не ожидал, что она начнется вот так. Так просто и страшно. Сценаристы Беларусь фильма знали. О чем писали. И еще такая новость, от которой я не готовился, которая пришла на момент записи программы, а я программу эту записываю в четверг, вчера, то есть в среду, арестовали Абызова бывшего министра открытого правительства за коррупцию. Вообще надо додуматься, что сделать еще одно министерство, которое просто будет министерством и ничего не будет решать. Вот для чего? Ну и правильно он там своровал деньги. Потому что он с одной стороны министр, а с другой стороны ни за что не отвечает. Тут грех был не воспользоваться таким статусом. И у меня вопрос к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а может быть хватит? Может быть хватит создавать какие-то полуфейковые, ненужные структуры, а? Может уже пора заняться действительно важным и нужным делом? Вопрос пока без ответа. Вот такое вот добро в Чифире у нас с вами получилось. Ну что, у нас есть еще минутка, буквально есть еще 30 секунд. Ох, жалко, что снежок в Самаре пока еще есть. Хочется весны, хочется тепла. Ну и не судьба пока еще. Япре этот грязюшный будет. Ой, а там еще субботники. Будут людей сгонять на субботники. Короче, это все противно. Поэтому я больше люблю месяц май. Вот теперь на этом все. Спасибо за внимание. Пока.